МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Марии Ироничи. Здравствуйте! В традиционном новогоднем празднике мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может, огорчил. Все, что активно обсуждалось в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем январь и февраль 2019-го. После Нового года и Рождества главный праздник января – это, конечно, крещение Господне. Считается, что в этот день Иисус вошел в воды реки Иордана и принял крещение от Иоанна Предтечи. Отсюда и появилась традиция окунаться в прорубь или купель. В ночь с 18 на 19 января 2019 года сотни саровчан пришли на озеро Боровое, чтобы традиционно трижды окунуться в прорубь. Перед тем, как окунуться в прорубь морозной январской ночью, специалисты советуют несколько раз взвесить все «за» и «против». Несмотря на то, что верующие наделяют крещенскую воду целительной силой, перед купанием полезно объективно оценить состояние своего здоровья и погодные условия. И только потом, собрав волю в кулак и отбросив в сторону все страхи и опасения, нырять в прорубь. Как водичная? Сегодня очень теплая, хорошая вода, да? И погода замечательная. Лучше купаться в минус 10 примерно. Сегодня тепло. Вера наша такая православная и одновременно, как вид для здоровья, тоже полезно назовем. Что вместе совместить? Прорубь в водоеме, сделанное специально для купания в священные праздники, носит название Иордань. Подготовка места перед традиционным православным обрядом начинается заранее. Для горожан, желающих искупаться в холодной январской воде, оборудованы обогреваемые переодевалки. На месте дежурят спасатели и медики. Здесь провели заборы воды, проверили наличие ненужных бактерий, почистили дно, облагородили спуски и ограничили, чтобы случайно никто не ушел на глубину. Медики не рекомендуют перед купанием согреваться горячительными напитками, а перед заходом в воду следует дать организму привыкнуть к минусовой температуре. Новичкам рекомендуют находиться в проруби не более 15 секунд. Даешь себе обещание, что ты нырнешь в эту ночь в холодную, и ты это делаешь, выполняешь. По крайней мере, ты выполняешь для себя какой-то пунктик. Поддержание тела, духа. Крещение – один из главных православных праздников. Окупания в этот день со временем стали не столько обрядом, сколько народной традицией. Воду заранее освещают. Вообще считается, что вся вода на крещении и несколько дней после него имеет особые свойства. Поэтому ее полезно пить и умываться ею по утрам. Целебная энергетика воды сохраняется в течение трех суток. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Не успели дети выйти с праздничных каникул, как в социальных сетях появилась информация о том, что с Нового года отменены бесплатные обеды в школах для ребят из многодетных семей. Об этом многие родители узнали от классных руководителей или администрации учебных заведений. О том, как отреагировали саровчане на эту новость, расскажем далее. Сами многодетные родители рассказали, что обеды отменили внезапно, никого не предупредив. В некоторых школах дети узнавали о том, что их не покормят уже в столовой. Наверное, все прекрасно знаете, что любую информацию в школах сейчас доносят под роспись. Так вот, мамы не расписывались в бумаге, которая бы говорила о возможном прекращении бесплатных обедов. В бумаге о возможном прекращении завтрака для всех, да, мамочки расписывались. А об обедах речи не было. Чтобы разобраться с ситуацией, многодетные родители инициировали встречу с главой администрации Алексеем Голубевым. В муниципалитете отметили, что совещание прошло в формате конструктивного диалога. Обменялись мнениями, кто что не понимал и почему такая ситуация случилась. Вот, администрация признала это свои ошибки об информировании, не своевременном информировании, или при сбое вот этой информации, которую довела. Понимаешь, это многодетные семьи обозначили свои проблемы, и глава администрации предложил определенный путь их решения. По итогам встречи решено создать рабочую группу из руководителей профильных ведомств и активистов сообщества многодетных семей. И мы все, замы, главы администрации, главы администрации согласны работать с этой группой на позитивных началах, не обвиняя друг друга, а дополняя, и чтобы в дальнейшем таких проколов не происходило. В конце встречи прозвучал вопрос, все ли согласны, вернее не так, а есть ли те, кто против. Единодушно, единогласно было принято решение, что все за. Пока обеды останутся платными для детей из многодетных семей. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Они не боятся трудностей и добиваются высоких результатов наравне с мужчинами. Все больше женщин связывают свою жизнь с увлекательным и сложным миром науки. В этом году в третий раз 11 февраля отмечается Международный день женщин и девушек в науке. За последние годы мировое сообщество достигло существенных успехов в вопросе вовлечения представительницы прекрасного пола в научную деятельность. Несмотря на это, они до сих пор сталкиваются с ограничениями в этой сфере. Но всегда были женщины, которым чужды общественные стереотипы и предубеждения. Ирина Докукина родилась и выросла в нашем городе. Вовлечение науками пришло к ней еще в школе. Затем она поступила на физический факультет МГУ. После окончания учебы Ирину вместе с мужем поехали в Японию. А через год их обоих пригласили на работу в Соединенные Штаты Америки, где они провели 10 лет и продолжали заниматься исследованиями. Там все-таки считается, что человек должен быть узкоспециализированным. То есть если он уже понимает в какой-то одной области, то вот в ней он должен хорошо понимать и на этом все. Ему очень удивительно, когда приезжают в том числе из России ученые, неважно какого пола, они, как правило, многофункциональны. То есть это нормально здесь сменить тематику, начать работать в какой-то другой области. Как рассказала Ирина, она никогда не сталкивалась с каким-то предвзятым отношением к ней, как к специалисту из-за пола. Если 10 лет назад, когда она училась в институте, девушек на ее факультете было считанное количество, то сейчас их число значительно увеличилось. Но сейчас уже женщина-ученая считается вполне способной вести научные исследования. Сейчас Ирина преподает в Саровском физико-техническом институте математический анализ, уравнение математической физики и английский язык. Она признается, что ей очень повезло со студентами, и девушки наравне с молодыми людьми готовы учиться и разбираться во всех тонкостях предмета. Особо она выделяет студентов-девушек. Девушки, они ничуть не хуже молодых людей. В некоторых вопросах даже они и фору дадут. И это видно не только по научной работе, а в том числе и по учебной работе. Одна из лучших студентов вуза, Татьяна Скледнева, приехала в наш город из Хантамансийской автономной области Югры. Еще с младших классов она поняла, что ей интересны точные науки. Я уже так с нетерпением ждала начала урока физики. Мне было очень интересно узнать, как работает этот мир, то есть как все устроено. Мне нравилось наблюдать за природными явлениями. Я много читала об известных ученых, об их вкладе в науку, и думала, как же это потрясающе, то есть сделать какое-то открытие, увидеть то, чего люди даже раньше не замечали. В 11 классе она узнала о Сарове, и сомнения в выборе вуза отпали сами собой. Сейчас девушка заканчивает магистратуру на кафедре теоретической и экспериментальной механики. Проходит практику в Институте физики взрыва ОРФЯЦ ВНИЕВ. Сейчас я дописываю свой диплом. В нем я провожу анализ существующих методов исследования, то есть из пережатых продуктов взрыва, а также участвую в расчетно-теоретическом обосновании конструкции, а также провожу анализ экспериментальных результатов по отработке нагружающего устройства. Как говорит Татьяна, девушкам нужно не бояться сложных путей, стараться и учиться. Сегодня наука – это уже не только мир мужчин. Женщины все больше и больше проявляют себя в точных дисциплинах и добиваются больших результатов. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Шахматы, мини-футбол, палеотлон, лыжные гонки и хоккей. В середине февраля в Сарове прошло открытие зимней атомиады. Спартакиада работников атомной отрасли проводилась в десятый раз. В 2019 году за главный приз в личном и командном первенстве боролись более 150 спортсменов. Подробности в следующем репортаже. Они встречаются несколько раз в год на всевозможных спортивных соревнованиях. Сотрудники атомной отрасли из различных регионов нашей страны в очередной раз поборются за лидерство в зимних видах спорта. В Москву представляют сразу три команды. Участники одной из них не в первый раз приезжают в наш город. Во-первых, это объединяющее такое мероприятие. Мы отлично проводим время здесь. Ну и спорт, у него такая миссия в жизни, наверное, объединяющая. Ну и здоровье, радость несет. На торжественной церемонии открытия к участникам зимней атомиады с приветственными словами обратились первые лица города и ядерного центра, а также представители госкорпорации «Росатом». В течение двух дней спортсмены будут бороться за звание сильнейших в пяти видах спорта. Минифутболе, шахматах, хоккея, лыжных гонках и зимним троеборьем. В палеотлоне включает в себя три подвида. Это стрельба, у женщин отжимания, у мужчин подтягивания и лыжные гонки. Приятным сюрпризом для спортсменов и болельщиков стало выступление юных фигуристок. А сразу после торжественной церемонии в матче открытия спорта-киады на льду скрестили клюшки команды ядерного центра и специального научно-производственного объединения «Элерон» из Москвы. Елена Грескова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В 13-й раз Саров присоединился к главному зимнему событию страны – лыжней России. В ежегодном спортивном празднике приняли участие воспитанники детских садов, ученики школ, студенты средних и высших учебных заведений города, а также представители городских организаций и предприятий. Все желающие могли преодолеть дистанции 500 метров, 1 и 2 километра. Шумные гурьбой школьники, не торопясь, шли к линии старта. Для кого-то это был первый опыт спортивных соревнований, другие уверенно стояли на лыжах. У нас всегда с утра начинают лыжную гонку детские сады. Самая отзывчивая, самая улыбающаяся публика. За ними спускаются в стартовый городок начальные классы. И дошколятам и ученикам младших классов предстояло преодолеть всего 500 метров. Из-за большой численности юных спортсменов на старт они выходили небольшими группами по 15-20 человек. Так как не все уверенно стояли на лыжах, чтобы избежать травмирования, малыши бежали без палок. А на финише их встречали родители. Давайте давай, чудаш, молодцы! На последних метрах полукилометровой дистанции ребят ждали подарки. Каждый из юных спортсменов получил сладкий приз за участие в лыжне России. Легко, конечно, но все-таки с палками немного легче. Тут очень классно, весело, прикольно. Мне тут очень понравилось. Мне очень понравилось винишировать, получить шоколадку. Тут очень классно. Очень хорошо катается на лыжах. Здесь очень весело, интересно, задорно. Мне очень понравилось. Мне понравилось. Тут что? Весело тут. Можно кататься на лыжах. Эстафету от школьников приняли взрослые. Сразу после торжественного открытия состоялся ВИП-забег, а потом брендовый забег сотрудников предприятий «Сарова». А старт «Лыжней России» дали руководители города. Чем хорош этот праздник? В нем могут принять участие и пожилой, и молодой, и школьник, и пенсионер, и начинающий, и подготовленный профессионал. Главное – здоровье в здоровом теле, здоровый дух. С праздником всем! «Лыжня России» давно уже стала семейным праздником. Традиционно участники приходят на лыжную базу с детьми разного возраста, и каждый находит здесь занятие по душе. Прокатить огромный мяч между кеглями, добежать до финиша в огромных ботинках. Пока взрослые бежали свою дистанцию, ребятишки весело играли. Елена Грецко, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Ко дню защитника Отечества в прошлом году в нашем городе прошло множество праздничных концертов и акций. Пионеры Союза детских организаций «Сияющие звезды» встретились с военнослужащими войсковой части номер 32-74. Школьники своими глазами увидели выставку стрелкового оружия, показательные выступления спецназа и то, как работают кинологи в воинской части. Это у них не повара, это боги. Так об армейских поварах отзываются будущие солдаты. В столовые ребят угостили гречневой кашей с тушенкой и сладким чаем. Оценить армейскую кухню смогли ученики школ города в рамках традиционного проекта «Армейский городок», который прошел в воинской части в преддверии Дня защитника Отечества. Во всей стране у нас в городе и вообще для школьников сейчас очень важно военно-патриотическое воспитание, воспитание причастности ко всему тому, что происходит в стране и в мире. И такие экскурсии помогают ребятам увидеть службу военных, как вообще ребята живут, что происходит, чем они занимаются. Потому что армия – это все-таки довольно-таки закрытая такая структура, а у нас есть возможность сюда зайти. В Саровской дивизии ребята увидели приемы рукопашного боя, узнали, что нужно сделать, чтобы правильно обезвредить преступника и как действуют специальные подразделения при массовых беспорядках. Школьники собирали и разбирали оружие, пробовали себя в стрывы подготовки и изнутри изучали боевую технику. Но больше всего ребят впечатлили кинологи, которые рассказали, в чем заключается работа служебных собак. Это вот что-то прям сказочное было. Если бы я как-нибудь дрессировала собаку, то я бы ее точно так, чтобы прям вот она, команда какие-то прям вот делала с первого раза. А тут прям собака с первого раза раз села, раз легла. В акции «Армейский городок» в этом году поучаствовало более 150 пионеров из Союза детских организаций «Сияющие звезды». Тем, кто будет отмечать праздник на боевом посту, ребята подарили открытки и плакаты, сделанные своими руками. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Такими нам запомнились ядварь и февраль ушедшего года. Ну а вспомнить важные для вас события 2019-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже завтра мы расскажем о том, каким был прошлый март. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова